Памятник бюст легендарной советской разведчицы, героя Советского Союза Надежды Викторовны Троян. Открыть! В далеком 1943-м Надежде Троян, она же резидент Каннская, было всего 22 года. Но в столь юном возрасте она вошла в историю как активный участник знаменитой разведывательной операции с кодовым названием «Драматург», операция по итогам которой был ликвидирован гауляйтер Белоруссии Вильгельм Кубе. Мы открываем памятник легендарной разведчице, партизанке, герою Советского Союза Надежде Викторовне Троян. С первых месяцев Великой Отечественной войны она вступила в решительную схватку с врагом на территории оккупированной Белоруссии. В составе оперативной группы «Артур» она принимала участие во многих диверсионно-разведывательных операциях по уничтожению живой силы и боевой техники противника. Не раз вступала в схватку с карателями. При одном упоминании моего имени у белорусов должна леденеть кровь, любил повторять в присутствии подчиненных Вильгельм Кубе, личный друг Гитлера, убежденный нацист. За два года его правления в оккупированной Белоруссии были убиты сотни тысяч человек. На улицах городов стояли виселицы. В Минском гетто казнили без суда и следствия. Но даже несмотря на развязанный террор, подавить партизанское движение немцам так и не удалось. Операция по ликвидации фашистского палача Вильгельма фан Куба стала самым ярким подвигом разведчицы. Она из того поколения людей, которые своим бесстрашием, самоотверженностью отстояли нашу родину и завещали и нам, и будущим поколениям сохранить память о том, какой ценой досталась наша великая победа. Всего дважды за годы войны фашистской Германии объявляли национальный траур. После разгрома армии Паулюса под Сталинградом и в день убийства ближайшего соратника Гитлера Вильгельма Кубе. Подобных почестей фюрер не оказывал никому из своих приближенных. Для каждого человека мама это самое дорогое, самый дорогой, самый близкий человек. Так же и для меня. Но еще для меня надежда Троян, моя мама, это мой компас земной. Именно по ней я стараюсь сверять свой жизненный путь. Она для меня эталон чести, эталон достоинства, образец отношения к родине, к работе, к людям. Очень надеюсь, что ее судьба, ее биография станет примером для школьников этой замечательной школы, которая несколько лет уже носит имя Героя Советского Союза Надежды Викторовны Троян. После войны Надежда Викторовна стала врачом, принимала участие в организации службы донорства, помогала пострадавшим при стихийных бедствиях и в военных конфликтах, защищала интересы страны на международной арене, несколько лет возглавляла Советский Красный Крест. Мне особенно приятно выступать на открытии этого прекрасного бюста, великой, замечательной женщины, Героя Советского Союза, потому что я когда-то учился в этой школе. И сегодня, когда я смотрю на молодых ребят, учеников, которые стоят рядом с нами, я хочу сказать огромное спасибо преподавателям, которые сохраняют историческую память. Я знаю, что работает прекрасная экспозиция, посвященная подвигу Надежды Викторовны. Сохранение памяти, сбережение памяти – это основное, что мы можем сделать для нашего молодого поколения. Помимо памятника, в честь легендарной разведчицы Надежды Троян планирует назвать и одну из улиц в окрестностях школы. Служба информации фонда «История Отечества».